Субтитры делал DimaTorzok У меня стримы в ужас пришел от того, что происходит Скажи-ка, дядя ведь не даром Уничтожили полстраны Сами сожгли И своих любовниц Кутузов вывез Россия ближе к востоку или к завтра? 100% Европа, только очень провинциальная Левачество это болезнь Это во многом как религиозное безумие Слово негр, оно всегда было Не я его изобрел, не мне его отменять Вы можете меня назвать белым, я не обижусь Кого вы унижаете? Извините, вы думаете, что пенис это более личное, чем взгляд? Ну что, Евгений, во-первых, огромное спасибо, что нашли время И находитесь в нашей студии Такой у нас сегодня диссонанс Человек, как обычно В пиджаке прекрасном В галстуке, в рубашке И я такой Какие у вас сегодня перстни? Покажите, пожалуйста Они все те же? Здесь, понимаете, потом скажут, что это была распальцовка Не-не-не, мы пропешники Нет, они не Они, ну те же как Больше 200 лет Вот это тот же больше 200 лет Это конец 18 века Но это не то, что я показывал Урганта там с аметистом Это с агатом А это современное Ему лет 20 И, собственно, здесь вот такой человек метафорический Бегун С памяти о Древней Греции Об Элладе Он, кстати, справа налево бежит Или слева направо? Это важно? Ну, это не так важно Он, в общем, по кругу бежит Он и сам в кругу За цикл Нет, нет Он, так сказать, вечно в движении Сколько у вас перстней? Как раньше говорили о звездах Бесчисленное множество А вы как-то вот, как это у вас происходит? Вот встали, выбрали пиджак, костюм, галстук И перстень тоже выбирается под что-то? Или это настроение? Ну, конечно, все должно совпадать Но нет, я встаю Сначала я ощущаю вообще пространство Вот природу, страну, комнату Потом уже постепенно речь идет об одежде Потому что это не сразу И надо еще прийти к одежде Сколько костюмов вы привезли в Армению? Ну, это надо, это тоже Вы знаете, я ученый-историк Но я не математик Это такие числа, которые Тут мехмат нужно заканчивать Серьезные числа? Мехмат, конечно Тут знания нужны Понятно Я смотрел на ваш телеграм-канале Видео, где вы на фоне армянских гор И где вы говорите, что у вас появилось желание Такое снять фильм Связанный с мифологией Вот здесь, в Армении Я вам скажу, как только я прилетел утром Я попросил отвезти меня в горы Я сказал, вот хочу только горы, где подальше от всех И меня повезли Сначала были мертволысые такие холмы, горы Вот, мертволысые И я подумал о том, что именно здесь, вот на этой Философской Обезличенности Наверное, можно было бы Создать что-то эпичное Снять эпос, но я думал о греческом А, не гельгамидж, греческий Греческий, да, греческий Потому что я Очень его люблю И я вспомнил фильм по Золине Медея С Марией Калос Это фантастическое Абсолютно по Как это сказать По терпкости По масштабу По физиологичности Лента И я думаю, вот здесь бы Но нет Калос Нет Калос Потому что нужны такие глаза Такой профиль Такая боль И масштаб личности Чтобы осуществить Оживить греческие Древнегреческие мифы Вот об этом я думал А потом Мы спустились В такую речную Небольшую долину Где, по-моему, называется Симфония камней Долини, да Да, да, да Это было Вщелье реки Азад Да, да Изумительные горные реки Это всегда фантастика Вот И после этого Я видел горы уже Населенные деревьями Лесами И эти леса уже Приобретают Свои Индивидуальные цвета Потому что Ранняя осень И вот здесь Здесь я подумал О живописи То есть У меня было Такое путешествие Из мифологии В живописные эмоции Я получил Огромное удовольствие Оставишься в мифологии Кого из греческих Богов или героев Готов был сыграть Евгений Панасенков Ну я Я вынужден Всю жизнь играть Аполлона Понимаете Я работаю Вы Аполл Да Все понятно Что скрывать Мои таланты Многогранны И многие профессии Мне подвластны Закономерно Что я примечаю Тех Кто тоже мастер На все руки Есть такие специалисты И в IT сфере Это Фуллстэк Разработчик Ему по силам В одиночку Справиться С созданием Всего сайта Веб приложения Или бота За это Специалист Высоко Ценится На рынке труда Его средняя зарплата 180 тысяч рублей Но выбрать Правильную профессию Это Половина дела Еще важнее Обучиться ей В правильном месте У настоящих Профессионалов Большая удача Что в Онлайн школе Skill Factory Есть курс На котором Каждый Может освоить Все необходимые навыки И научиться Программировать Его главное Отличительное Свойство Это Погружение Студентов В настоящие Практические Задачи С самого Начала Обучения Так сказать С головой В IT Омут На курсе Вы сделаете 10 Своих Проектов Пройдете Стажировку И поучаствуете В командном Соревновании Где С наставником Вместе Решите Задачу От Весомой Компании Таким образом Уже во время Обучения Вы сформируете Полноценное Портфолио И получите Опыт Работы В индустрии С которым Легко Непринужденно Займете Новую работу Надо быть Человеком Дело Если Вы почувствовали Что это Занятие Вам нравится То делайте Первый шаг Без Долгой Раскачки И сомнений Переходите По ссылке В описании Там Все Подробности Тем более По промокоду Маэстро Скидка До 60% А также Действует Комфортное Для вас И вашего Кошелька Предложение Можно начать Учиться Уже сейчас А платить Только через Три месяца Удачи И успехов Ну нет Там 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 есть Там Я осуществляю Разные функции По совместительству Зевс Там и прочее Гермес Да Но это по совместительству Гермес Ну Арес Иногда приходится Но это только Если меня вынуждают Гераклом Обязать Тоже Вынужденная история Тоже по совместительству На полставки Окей Какой последний подвиг Совершил Геракл Ну вот Здесь же Здесь в Доме кино Аншлаг Собрать Это тоже подвиг Конечно Подвиг И вынести Знаете Сначала Я сдал Три концерта В один вечер Первый Это Певческий Оперная программа Потом Театральные монологи И стихи Это одним На одном горле Невозможно Второе И третье Ведь многие любят Понимаете То что сейчас Называется Пошлым словом Стендап Так Да И кто-то хочет Про политику Кто-то хочет Какие-то шутки Да И тоже приходилось Потому что Ну нет Это в удовольствие Но я понимаю Что Каждый человек Должен уйти Счастливым Радостным Из зала Да Да И я хочу Чтобы все Они были Действительно радостны Тем более Что потом Была автограф Сессия Это четвертый То есть четыре Четвертый спектакль Полтора часа И когда подходили С моими книгами Она тяжеленная Особенно первая Научная история Войны 19-го года Она очень тяжелая И они Люди С двумя пересадками Сюда прилетают Многие Да На концерт И они рассказывали Свои истории Как они прилетели И так далее И это люди Часто Может быть Небогатые Кто-то с работы Сорвался Это настолько Было трогательно Это я Знаете Я выложился На концерте Как обычно Я выкладываюсь Полностью Но мне еще И еще Хотелось Вот уже В этот момент Когда каждый Человек подходил Еще что-то Ему подарить По эмоции По Так сказать Какой-то Художественной части И даже сейчас Я написал Пост Именно об этом Что Выложился Все счастливы Вот действительно Зал стоял Но мне Кажется Что еще Вот тем Кто пришел Еще хочется Что-то подарить Вы как Далай-лама В изгнании То есть люди Вот прям За вами ездят Да Но я же не в изгнании Я прилетел из Москвы Улечу в Москву Ну правда Я лечу в Москву Через Париж То есть Далай-лама У вас не так Я же не в изгнании Хорошо Далай-лама Я еще до этого Состояния Так сказать Не Кстати Что бы вы спросили У Далай-лама Если бы было Мне с ним Мне с ним не очень Интересно Было Не интересно А с кем Интересно Из духовных Лидеров Ну вы видите Как Один собеседник Так сказать Одного товарища Уже давно Помер И поэтому Говорить не с кем Да Ну вот так Я сегодня Проходил Здесь Замечательный Отель Красивый Проходил Зеркало Так я Почему задержался Да И конечно Иногда Иногда Задерживаюсь Часами Беседу Часами В вашем доме 12 зеркал Да Откуда у вас эта информация Я в одном из ваших интервью Это Двенадцать Нет Ну много Но не 12 Ну слушайте Знаете сколько В Версалии зеркал Простите Я еще в этом смысле Очень-очень Есть куда расти Есть Ну конечно И Говорят что я так Одеваюсь Я очень скромно одеваюсь Посмотрите на портреты Людовика 14 Даже Людовика 15 Да что там Даже Людовика 16 Это В сравнении Просто невозможно Ну чем дальше Тем скромнее Скромнее конечно Людовика 16 А потом уже Да Ну его казнили А потом Да Да Я понял Хорошо Скажите пожалуйста Вы не ходили в детский сад Нет Категорически Против этого института Да Детского так называемого В моем представлении Я на детский сад Смотрел из окна И туда Сдавали Как вещь Ребенка Сдавали И кто-то не доводил Я видел Очень интересно Издалека Виделся Сверху По шапочкам Так сказать Особенно зимой По шапочкам Их Как-то выбрасывали к калитке И убегали родители Вот выбрасывали Вот это ощущение Что кого-то выбрасывают Это ужасно Потом мне рассказывали Страшные истории Опять-таки Я очень мало знал Об обычной жизни До того Как появились у меня стримы То есть вы недавно Я недавно Вообще То есть не только Путин Не знает ничего Об обычной жизни Нет Он успел хватить Он Путин успел хватить Обычную жизнь Пожить Почему мы сейчас Имеем все что имеем Это именно потому что Наоборот Он очень хорошо Знает обычную И такую тяжелую Печальную жизнь Здесь все неверно Смысл в том Что это Так сказать Расплата А я Как раз Настолько хорошо Всегда жил То есть нет Совершенно Обычная Небогатая семья Но я всегда Как-то вот Меня оберегали И бабушки Дедушки И все И я Жизни не знал Причем я-то думал Что я узнал Я знал как ученый Я уже писал книги Монографии Уже выступал Да я уже У меня первая монография Вышла в институте Когда я был в МГУ Еще учился И я уже выступал На конференциях На телевидении Я давал прогнозы Которые все сбылись Уже тогда Но это общественно-политически В глобальном смысле Я очень точный Природа у человека Все Это я все знал Но я не знал Как на самом деле Живут люди И мне вот Мама всегда говорила Ты не знаешь Как живут люди В детстве И я думал Ну да А кто-то во дворце Живет Кто-то еще И вот Началась Пандемия Китайского вируса Я предсказал Ее Что это будет Из Китая Очередная И так далее Что все на самом деле Эпидемии страшно Мировые Они все Не только из Азии А границы Монголия-Китай В том числе Черная чума Чума Да и все И я сделал эти стримы Потому что мне стали писать Мои поклонники Которые просто вообще Вешались Выходили в окно Сходили с ума Не знали что делать У всех крыш Стало ехать Я решил Сделать Спасти человека Спасти Не-не-не Человечество не спасаемо Вообще человечество Это выдумано Филологически По поклонникам Хороших людей Я сделал эти стримы Думаю временно Но нет ничего более Вечного Чем временно Вы же понимаете И вот я сделал эти стримы И потом хотел Когда вирус стал Как бы немножко Информационно Сходить на нет И все привыкли Думаю Ну все Теперь можно Отдохнуть Потому что я не привык Что-то делать По графику Никогда так не жил Но меня не отпустили Просто Как и этого Тоже Не отпускают И вот Терешкова Мне говорит Не уходи Не уходи И вам кто-то сказал Ну Терешкова Не уходи А это она вам говорила Ну она всем это говорит Ну я просто Вот И значит И я так сказать Ну у меня вот Анна Николаевна Шатилова Она говорит Мне пишет народ Она говорит Мне люди ей пишут Народ ей пишет Вот Евгений Николаевич Вы не имеете права Оставить Никакого морального Никакого морального Я почувствовал в себе силы И остался еще На несколько сроков Стрима Пластилин стримов Да И иногда стримы По 6,5 часов То есть это не то Что я вот сижу в кадре Не отходя И выступаю То есть все это Надо чтобы и руки поднимались И мимика И еще что-то умное Относительно Сообщение 6,5 часов Относительно памяти Фидели Кастро Ну правда чушь А здесь нужно еще что-то умное Так вот Ну не всегда Да ну всегда Да ну всегда Абсолютно чушь Вот и Просто бандит 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 Ну это ваше право Не-не-не У вас здесь как бы Не согласен Это самая Свободная страна С Фиделем Но Эти стримы И только на стримах Я стал узнавать жизнь Из вопросов Поклонников Я пришел в ужас В ужас пришел От того что происходит Я полюбил Своих родителей Свою судьбу Свою жизнь Своё здоровье Я полюбил всё Потому что Да потому что Я не ценил То есть я очень уважительно Относился Цивилизованно Но я не ценил Как это сказать Эмоционально-физиологически А когда слушаешь Истории абсолютно реальные С подробностями Жуткими Это Очень тяжело А какой-нибудь топ Вот был Три самых ужасных Вещи которые вы узнали От своих поколений Отдельных нет Вы знаете Сотними Сотни однотипных писем Которые меня больше всего трогают От Скажем так Юношества Которые живут В таком Диком Насилии Семейном Беспросветном Чего в провинции В ничте Оттуда не вырваться Вариантов нет То есть они будут подрабатывать С 15-16 лет Они не могут Не учиться Не познавать жизнь Они будут Вечно подрабатывать Это кабала Плюс Ещё страшная кабала Это стресс А что такое стресс Который входит в детстве Он потом Не только в юности А во взрослом состоянии Он прорывается Не только Психическими срывами И болезнями И неврозами И психозами Он прорывается Психосоматикой Болезнями Физическими Плюс Определённым Отношением К жизни Через которое Человек не может Как вот это Немыслимый для него Забор Он не может Вырваться Перепрыгнуть Не может Я ему всё объяснил Он всё понимает Что произошло Но он ничего не может делать Потому что это уже Вошло в моторику Это уже Работает Определённая Система Гормональная Да Вот эти нейромедиаторы В мозгу Которые были Сбиты стрессом Да То есть это уже Физиология Это катастрофа Кроме того Пишут люди Которые Очень искренние Очень Добрые И которые Не выдерживают Происходящее Вокруг агрессии И в России И в окружающих странах В самых разных странах Они не выдерживают Они настолько Интеллигентные И тонкие Это действительно сложно Для человека Думающего И чувствующего Выдержать Здесь необходимо Здесь никакое знание На самом деле Философии не поможет Здесь интеллект Даже не поможет Потому что Если человек Так тонко Всё воспринимает Он может понять Я могу объяснить Как относиться Научить Но это невозможно Иногда В свой организм Вложить Да То есть это Тоже очень тяжело А почему так происходит Откуда такая чудовищная Мы возвращаемся К теме человечества И к теме Вот вы вначале Спросили Про теории Про эволюцию И так далее Этого не было В записи Скорее всего Мы Сначала В самом начале Я спросил Как Евгений Относится К теории Что Индоарийский мир Возник здесь И о Евгении Сказал Что Давайте сначала Поймём Что такое человек Да Ну Во-первых Меня предупреждали Что всё возникло Здесь Всё в Армении Это Сразу мы постулируем И в этом смысле Как не всё Как не всё Есть какие-то вещи Которые не в Армении Ну слушайте Вы вольтерианец Бунтарь И филистер Так И что Откуда такая чудовищная Жестокость Эволюция Штука Неравномерная Неравномерная И как раз По расам По этносам По нациям И в отдельных Случаях тоже Плюс уже в рамках Этносов Наций Есть индивидуальная Изменчивость Головного мозга Вот поля Под поля головного мозга От этого очень многое зависит И когда мы понимаем Что физиологически Люди бесконечно разные Бесконечно По интеллекту По психофизике По поведению Вот отсюда Мы понимаем Что кто-то Патологически Агрессивен Ну у кого-то Даже вот Позднеэволюционные Доли Которые контролирующие Они не наросли Они проявляют Агрессию В самых разных вариациях А у кого-то Наоборот И кто-то Вне зависимости От расы В том числе И в зависимости Но здесь уже идет Корреляция Там надо Это целая 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 лекция Но на самом деле Вот мы должны Понять Самое важное Нет Единого человечества Люди Я бы сказал Грандиозно Не похожи Друг на друга То есть Если мы даже Говорим Например О талантах То разница По полям И под полям Головного мозга Между людьми Бывает разница В сорок раз Это видовая разница Так Это что значит Что вы в сорок раз Умнее кого-то Ну в данном случае Мой мозг Еще пока не секционировали Тут надо А это после Да Могут в сто сорок шесть раз Могут там Но это только после смерти Простите Определяется Ну это просто Вещи невозможные Но в данном случае Да Но мы можем То есть Обсуждать это И по плодам Деятельности Выяснять А так да У обычных людей Действительно Это после смерти Ну соответственно Да Достается мозг Секционируется И выясняется Поля под поля Например У Маяковского Было одно Под поле Да Которое пока еще Не нарезали Не нашли ни у кого Это очень интересно Вот Это вот такие стихи Замечательные В том числе да Но мы бы даже Не столько такие По эмоции Сколько по форме По ритмике Да Это все влияет Вот Хотя Здесь нет прямой Прямой корреляции Но это То что во многом Определяет Если мы говорим О талантах Но так или иначе Мозг Допустим Ну Автохтонного Жителя Австралии Да Он так сильно Отличается От мозга А ему и не нужно И правильно И вообще я скажу Многим не нужно Вот в чем Он живет в своем мире Да Да Прелестно живет Лучше чем многие с мозгом Ну вот И так я смотрю Вот Хожу по улицам По городам Тоже так очень По разному Изучаете Не то что изучаю Это походи Изучаю походи Так что нет ничего единого И леваки Левачество Главная ошибка леваков В том Вы недолюбливаете леваков Ну для меня Это В общем Такая Главные враги Человечества В хорошем смысле Так Да Потому что они Они отнимают смыслы Они отнимают собственность Они отнимают свободу Левачество Это что Все отнять Поделить А как можно отнять И поделить Только противозаконно А те кто против Их в концлагеря Вот что такое левачество Да Ну так Их постулат Что все одинаковые Не все равны перед законом Это большая разница Они же здесь плутуют Все равны перед законом И я за это Но они говорят Что все одинаковые А как это может сделать Что все были одинаковыми Да Вот кто-то Талантливый Кто-то более красивый Ярый С большим голосом Нет нельзя Не имеете права Надо прибить Прибить к земле Да Ну вам повезло Что вы родились И вовремя И собственно говоря В такое время родился Что Не ну представьте себе Если бы вы жили С такими мыслями И идеями В Советском Союзе Ну я и родился В Советском Союзе Да Но вы тогда В общем-то Наверное писали Свои научные работы Про войну 1812 года Хотел назвать ее отечественной Потом поняли Нет Нет Я не называю Отечественной Но левачество В общем вас бы посадили Наверное Расстреляли бы Ну невозможно было бы опубликовать Например Николай Исаевич Троицкий Опубликовал свою книжку Небольшую О войне 1812 года Через 26-27 лет После написания Хотя он не написал Ничего Экстерардинарного Он просто не написал Откровенной чепухи То есть просто Ахинею не написал И все И это уже нельзя было Опубликовать Все что было написано До вас Ну глобально До первой научной истории Войны 1812 года Вообще По этому поводу А по этому поводу Ну и вообще Не 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 вообще Мы про Гомера Оставим в покое И слово полку Игореву тоже Первая научная история Войны 1812 года Все что было написано До вас В России И в Советском Союзе Это была Ахинея И это была Ненаучная история Вы так считаете? Вы очень правильно сказали Так Я с вами согласен Но вы же только что ответили На этот вопрос Вы сейчас сказали о том Что я бы не мог Написать Потому что посадили бы А теперь вы как бы Вдруг спрашиваете А почему? Но вы же уже ответили На этот вопрос Нет Мне интересно И вы правы Вы правы Вы правы И посадили бы при царе А при царе бы не просто посадили Если бы Вот что такое Идеология Самая страшная вещь Если в 19 веке Человек подданный Русскому царя Отказывался Допустим От православия То его лишали состояния И детей в том числе Отнимали Да И это не мелочь Это для ученого Вот ученый Ученый хочет Сказать что он От истины Он отказывается От какой-то конфессии А здесь он не может Этого сделать И это только подробность Но Ясное дело Что после восстания декабристов Николай Уже тогда Николай первый Невеликий князь Он понял что Россия Не желает Я имею ввиду элита Это и есть Россия Того времени Она не желает Жить Вот так как она жила И страна не имеет Никаких Вот Скреп Он стал делать Липовые скрепы Липовые скрепы Это величия Великие войны Выдуманные Победы Которых не было Плюс кстати говоря И славянское братство Выдумали Да Вот это полнейший Ахиней Который стоило Такой кровище Именно русским людям То есть столько сколько Русские солдаты Крестьянские дети Гибли Гибли Или были с оторванными Отрезанными конечностями За страшную ахинею Славянского братства Да кстати Это все балканские войны В том числе Все балканские В том числе И Первая мировая война Первая мировая война Которая вообще уничтожила Старый мир И Старую Европу Было самоубийство Европы В котором Николай Второй уже Поучаствовал Во всей красе Это пошло от фоноберии Выдуманной идеи Славянского братства И вот это все Эпоха Николая Первого Но не потому что Он такой злодей Он совершил эти злодеяния Потому что Он не был Особенно талантливым человеком Это единственный вариант Который вот ему Примитивному человеку Пришел в голову Значит надо выдумывать Большие страшные идеи И все остальное запрещать И Отечественная война Вот этот термин Он появился только тогда К юбилею К 25-летию В 812-13-14-20-25-м Никто не называл Отечественной войной Значит В смысле Определения Возвышенного Такого Это была Антифранцузская коалиция Очередная И вот Выходит Работа По высочайшему Повелению Написанная Михайловского Данилевского Александра Ивановича Который был адъютантом Кутузова В общем Такая штабная крыса В военных действиях Он не участвовал Учился он Естественно Не в России А в Германии Был взят Кутузовым адъютантом Для того чтобы Писать на французском языке И так далее И он был цензор При Николае уже Цензор Так вот Цензору Поручили написать Фальшивку И Николай Потом еще Правил Цензора Представляете То есть он лично Недостаточно Долезал Понимаете Вот И Затем Это был Монополист Во многом Потом Когда Октябрьский переворот И несколько лет Об этом вообще не думали И ничего не писали Просто всем было плевать А затем То же самое По второму кругу Когда Рябой Коба Он же Коба Он же Сталин Он же Гогой Он понял Что никакой Мировой революции Не получается И надо Каким-то образом Тоже обманывать Несчастный Русский народ Опять провели Чем Стали использовать Просто старое Уже Ну не в эфире Сказать что Сильно уже Что-то использованное Да И нашли Другого Автора Евгения Викторовича Тарли Хотя И в этом было Все ложь Не только сама книга Потому что он Не Евгений Не Викторович И не Тарли У него естественно Другое имя Вот При рождении Выкрест Как мы понимаем Но это мелочи Очень образованный человек Дореволюционно Образованный человек Что очень плохо В этой ситуации Поскольку Он умел Подать Изложить Он знал Языки Он имел Возможности Стилистически Так сказать Гармонично Все сделать И вот эти Свои способности Он Подарил Рябому На пропаганду Но он Не долезал Опять И его Стали критиковать И тогда Нашелся Абсолютно Дикий Не образованный Не знающий Не то что языков Иностранных Он по-русски писал Как на иностранном языке Деревенский Вот с такой Мордуленцей Жилин Павел Андреевич Которого Ну там Он стал как-то Полковником Непонятно Он никого Не историк И ему Была Дана Задача Долезать Понимаете Долезать И он Выдумал Он написал Такую брошюрку Контрнаступление Кутузова А такого слова Вообще не было Тогда Оно появилось Вот В этом отношении Через 100 лет И никакого Контрнаступления Быть не могло Потому что Наполеон был В Москве Никто его в Москве Не трогал 36 дней Мира он не дождался Он выходит Он вообще император Франции Он выходит Разбивает Кутузова Под Малоярославцем Кутузов бежит К полотняным заводам Все И Значит Наполеон проложает марш Кутузов Идет Так называемый Это термин в учебниках Дальше нет противоречий Почему-то думает Вот параллельный марш То есть он не соприкасается Один раз Его зять С маленьким отрядом Оказался на пути Наполеона Он матом У меня есть документы Я привожу в книге Матом приказал Убраться С пути Наполеона Чтобы Не троп Потому что он уже проиграл Бордино Он проиграл Аустырыц Он всем все проиграл Он сдал Москву Он проиграл Малоярославец То есть он не хотел встречаться Наполеон снова Вот И значит Наполеон уходит Контр наступления Никакого нет Россия Самосожженная Потому что Сожгли Смоленск Все деревни Москву сожгли Сожжение Москвы По приказу Ростопчина Генерал-губернатор Известно По Не часам А минутам Более того В музее сохранились Часы Часы Чиновника Подчиненного Ростопчина На которых Время Вот Да выставлено Вы понимаете Это абсолютная фантастика И вот Сделали фальшивку И только Внимание В 90-е годы Можно было начать Исследовать И говорить Свободно О войне 12-го года И о других темах Но физически Не успели И первая монография Так сказать Именно свободно Научная По войне 12-го года Это моя монография 2004-го года 2004-го года Правда О войне 1812-го года Где говорилось О характере Войны О причинах Дипломатической Подготовки И так далее А уже монография 17-го года Первая Научная Это фундаментальный Труд Это 900 страниц Это полностью История всей Войны Во всех аспектах То есть Что за империей Противостояли Культура Дипломатия Политика Подготовка Вся военная История Гражданская Бытовая Экономическая То есть Это фундаментальная Штука И знаете Я вам скажу Такой уже Эмоциональный момент Для меня Очень важна Всегда Первостепенно В жизни Музыка Потому что Музыка Она попадает Она бьет в сердце Даже быстрее Слова Как взгляд И не нуждается В переводе И не нуждается В переводе И как вы понимаете Для меня Премьера Презентации Этой монографии Вот Дело В всей части Этой жизни Да Это важная Была штука Большой концерт В большом зале В центре Москвы И в конце Я Попросил Поставить мне Ну Что называется На аплодисментах Увертюру Музыку Мелодию Из фильма Французского Гром небесный А как вы думаете Кто Композитор Этой музыки Жорж Гарваренс Да Это одна из моих Любимых мелодий С детства И сейчас 30 сентября Вот буквально Здесь в Доме кино Тоже на аплодисментах Звучала Так же Эта музыка Которую я обожаю Вас сопровождает Да То есть Скажи-ка, дядя Ведь не даром Москва Спаленная пожаром Конечно, не даром Нет, еще бы не даром Уничтожили Пол страны Сами сожгли В Бородинском бою Кутузов потерял Почти половину Регулярной армии Вы можете такое Вот говорят Врут, естественно Что Кутузов Почему оставил Москву Почему отошел От Бородинского поля Почему оставил Москву Почему ждал Вторутина Почему И так далее Почему Почему Хотел сохранить армию Это ложь Он же не сохранил армию Потому что Если в генеральном бою Который вы проиграли Вы теряете половину Регулярных сил Это Это Вообще Это нонсенс То есть Такого в мировой истории За генеральный бой Однодневный Не было Не было Вы понимаете А и потом Это очень важно Он же раненых бросил в Москве Которую Ростопчин Сказал Поджечь И своих любовниц Кутузов вывез И столовая серебро Французская Ростопчин вывез А раненых оставили И от 26 до 30 тысяч Русских Райных сгорело Кроме тех Кого спасли Французские Гренадеры Ну там еще Мы армяне По крайней мере Говорим Что Армянская слобода Не сгорела Там были какие-то Ну частично 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 Но это другая история Я про другую хочу сказать Спросить точнее Я когда вот Начал изучать Все что вы делали Про войну 1812 года У меня Прямые аналогии С Великой Отечественной войной А вот Вы утверждаете Что На самом деле У Наполеона Не было Больше вариантов И возможностей Он просто должен был Пойти на Россию Походом Вот Господин Суворов Которого вы тоже Наверное знаете Резунда Викса Суворов Он утверждал Что Гитлер Тоже пошел Ссылаясь В том числе На письмо Гитлера Муссолини И прочее То есть Прямые аналогии Вы знаете Аналогия В науке Не доказательства Кроме того Надо конечно Рассматривать шире То есть Всю Вторую мировую войну А Вторую мировую войну Надо рассматривать В контексте Первой мировой И затем Ну вы же Простите Но вы же Войну 1812 года Естественно Тоже в контексте Нет Я просто объясняю Что Я До такой степени Люблю точность Что даже Ну какие-то Приятно Близкие Неприятно Аналогии Я так Ну как сказать Вот хочу Очень точно Рассматривать И избегать 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 Аналогии Тем более Что В 1812 году Ведь Война Началась Отнюдь не 24 июня Александр Первый Объявил ее Несколько месяцев назад То есть Уже Было состояние Войны Ну предвойны Уж точно Ну и предвойны Нет Официально Официально Было состояние Войны Поэтому Когда у нас Начинается Наполеон Без объявления Войны Это ложь Мало того Что Наполеон Ее объявил Через посла Но это Но он объявил Через несколько Месяцев После объявления Александра Это можно было Уже не делать Кроме того Если вы Пять лет Не соблюдаете Условия Мира и Союза Именно Тильзитского В который вы попали По собственной Агрессии То есть Александр Первый Попал как в Тильзит Он же попал Потому что Два раза Пытался Свершить интервенцию В другую страну Во Францию Ему два раза Дали по морде Ну вот Если брать Александра Первого Такого напудренного И вот Он у него Так вот Такой был Очень Такой весь Щепетильный Относительно Внешности Внешности Да Скажем так Мордочки Тогда уже Что вы думаете По поводу Ближе Давайте К 1812 году И к тому Что происходило тогда Та эпоха Вам ближе Просто вы ее изучали Глубже Нет Ну я и сейчас В том числе Изучаю очень серьезно И даже готовлю Постепенно Работу По Второй Мировой Но я просто Всегда Вы знаете Первый момент Что максимально Точно Даже в интервью Стараюсь И второе Мне нравится Так Вот сначала Я глобально Что-то опубликую С доказательствами Потому что скажут А как это так можно И так далее А вот если я сказал То я могу Абсолютно точно Отвечать за свои слова Хорошо Лорис Меликов Что вы думаете По поводу Этого персонажа И могло бы случиться Хотя история Не Знает Знает Терпит И знает Знает Тогда Лорис Меликов Что вы думаете По поводу этого человека Ну это талантливый деятель Но это же без контекста Ничего не изменить Ну никто не может Если бы не было Смерти императора Нет 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 Слушайте Этот вопрос Чаще задают Допустим Про Столыпина Если бы Столыпин Жил бы Да Ну хорошо Столыпин жил бы Его бы не убили А куда вы денете Первую мировую Он бы не смог Остановить крушение Империи Да Мы говорим Про Спиранского Если бы Спиранского Александр I Не уволил Потом он Был в ссылке Потом вернули На законодательство Хорошо Оставили бы Спиранского Он бы сломал себе Значит Хребет и все Просто А ситуацию в России Того времени То есть Если мы берем Эпоху великих реформ Александра II Да Они же Почему половинчатые Потому что Сами испугались С одной стороны Элита испугалась Не доделали А с другой стороны Крестьянство Было действительно Не готово А когда оно готово Да Потому что Когда народники Пошли в народ Их же сдавали Жандармам Крестьяне Как смутьянов Которые Готовят Среди народа Бунт То есть Они Эти талантливые люди Да Они Захлебнули Они постоянно Захлебывались Или ломали Хребет О ситуацию И они делали Максимально Что могли Максимально На самом деле Чаще И ценой Собственной жизни И так далее И вот Александр II Который у нас Реформатор Его же и прибили А не реформаторов Вот Но кстати Вот не реформатор Николай I Он покончил Жизненным убийством Это мало кто понимает Хотя в общем Это достаточно Документированный факт Он понял Что он проиграл войну Причем позорно проиграл И он ей руководил Причем он руководил Не просто войной А Операциями Да Операциями Которые были Наиболее Провально позорны Да Но в отличие от некоторых У Самодура Николая I Было Понятие о чести Поэтому он покончил С собой Роль личности В истории И тем не менее Огромная Огромная Все равно Но эти личности Разбываются Рассказывают Да 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 Но они все равно Что-то делают То есть Александр II Слабый И вопреки В том числе Его многим эмоциям Шли реформы Хотя и благодаря Но он все таки Осуществил эти реформы Они половинчатые Но все равно произошло И отмена крепостного права И судебная реформа И так далее И так далее А кому-то удавалось Максимально Как Наполеон Он просто создал Другую Францию Новую Францию В прямом смысле слова Ну и Европу И Европу Да Наполеону И возьмем Ликурга Мы можем Вспомнить Вильгельма Вильгельма Завоевателя Александра Македонского Александр Македонский Он Собственно его история Вот человек Ну скажут Сейчас там Греки-македонцы Спорят Да ну грек Но смотрите Как и на Армению повлиял Эллинизм То есть это грандиозное явление Прожил всего ничего Юлий Цезарь Который Многие его Так сказать Дела были Отмотаны Но остался Образ И осталось движение Потому что Август Реализовывал Уже образ Цезаря Только хитрее Умнее Ну Август был бы Он был бы совершенно другой Да То есть роль личности Огромна И на самом деле Вся история состоит Из чего А Чингисхан Тамерлан Да Да Но они были Предводителями толпы Атилы Толпы Понимаете Они не зафиксировали Институционально В формулировках Они были Великая империя Чингисхана Они были Монгольская империя Сколько Нет Нет Это было Понимаете Это было Все равно Вот здесь мы переходим К теме варварства Потому что мы сейчас Смотрите Все что нас окружает И микрофоны Это форма стакана Это форма очков Там Телефоны Все на что нас снимают Через что передают Это все запад Это формулировка Которая когда-то была Создана именно такой И И наша речь с вами Да Мы же сейчас Вот в Армении И Армения она ближе К Чингисхану Чем допустим Париж Да Но мы сейчас здесь Территориально Территориально Да Здесь больше Технические Вот видите полки Форма книг И всего Больше Парижского Правильно Да Ну словно европейского Поэтому конечно Запад дает форму Бытию Во многом Ну тут можно долго спорить На самом деле Потому что какие-то вещи С востока пришли Ну факт Нет Если мы берем просто Помощь Цивилизация современная Да Что говорить Вы приезжаете в Китай В Японию И это просто Копиистика Это калька Копиистика Это плагиат В Росток Как хотите Я вот режиссировал Галоконцерт Опера балета В Пекине На Олимпиаде В восьмом году И перелет Больше девяти часов Жуткая влажность Все В дымке В тумане Мы приезжаем в резиденцию Где мы жили Резиденция построенная Для боссов Компартии Китая Вот это бандит Для бандитов Абсолют Которые они Коммунизм Они себе построили резиденцию Знаете как она называется Шато Лафит Это знаменитое Французское шато Которое принадлежало Кстати Жану Лану Одно время Маршалу Наполеона И я как специалист по Наполеону Я приезжаю Девять часов лед Понимаете Такая некоторая усталость Влажность чуть ли не стопроцентная И вот из этой измороси дымки Я вижу Шато Лафит Абсолютно скопированный Вот как на принтере С пластмассовым ощущением Панельный шато Лафит Я покажу Висит Значит Репродукция Давида Наполеона Бонапарта на перевале Сен-Бернар Распечатанная на холсте Печать на холсте Дикая вот эта Современная техника Пошлая И ощущение Сюрреализма Только все это Некачественно Это не настоящий камень Это не позолото Обшиканная бронзовка Да Это не холст Это все фальшь И все некачественно Все где-то не прокрашено Это ужасно Абсолютно Да Но это они взяли полностью Конечно все западное И костюмы Вот это Си Это Си Оно же Это Винни-Пух Он же везде приезжает Он же в западном костюме А не в Багдыханском Понимаете Но тем не менее У них есть закрытый город Комбунцинанство Великая китайская стена Ну китайская стена Конечно Которые они через Через западные Конечно Они продают билеты Через западные Понимаете Они все знают И все Это все Это все запад Все абсолютно То есть реклама Пиар Продажа билетов Буклеты Хорошо Сивилизация это запад Ну конечно Остальное это как бы культуры Этнические Россия Ближе к востоку Или к западу Россия это провинциальный запад 100% Европа Абсолютно 100% Это не Евразия 100% Европа только очень провинциальная Где-то А где-то очень Очень Например Центр Москвы Центр Питера Они больше европейцы Сегодня Чем сами европейцы Абсолютно точно Абсолютно конечно Абсолютно точно Больше Сегодня настоящие При всех минусах Вы можете как угодно Самыми плохими словами Больше Это если я вам говорю Когда я могу критиковать систему Да это точно так Потому что это к системе Не имеет отношения Сама система Вот Те Кто творит Творят все ужасы Их мечта Это Европа 60-х 70-х годов Это кстати Очень неплохая мечта Только они хотят Ее осуществить Самыми Дикими Ну скажем так Франция До 68-го Конечно Они все были Опять же Это нищие советские люди Нищие Которые увидели В 80-е годы Когда работали Значит Там Вот действительно Все есть в магазинах И все чисто И какие мерседесы Потрясающие Все работает Все качественно И хотели так же Но они хотели Конечно Для себя И чтобы они были У руля И чтобы у них Это было все А как это можно Только плохими методами И сохранить это можно Еще худшими методами А почему Нельзя было сделать так Чтобы это было у всех Или это невозможно На таких территориях Ну это Понимаете Как это процесс Здесь Во-первых Нужен интеллект Мозг Честность Это же Это огромный Нужен интеллект А так проще Просто вот Вот так Ну конечно Для этого Ум нужен То есть Не богатство А цивилизация Да Можно цивилизовывать Территорию Можно ввести Не в тьму и дикость Не в маркобесие Агрессию А так сказать В просвещение Конечно можно И это не сложно Но для этого Конечно нужен интеллект Но согласитесь Что средневековая Европа Это тоже В общем-то Не самое лучшее место Ну это фраза Которая Она почему Она ничего не значит Не, ну почему Давайте Сейчас скажу Ну дайте я же отвечу Она ничего не значит Потому что она обтекаема Она аморфно Обтекаема Что такое средневековая Европа Это почти Даже больше где-то Тысячи лет Средневековая После Римской империи Ну падение Римской империи Это тысячи лет А везде А везде А это больше тысячи лет Вы хотите объединить Разные страны Разные нации Тогда формирующиеся Да Тысячи лет И когда мы начинаем присматриваться И думаем, что вот Потом появилась ренессансная музыка Потом Потом Монте-Верди Верди Потом Долида Нет, а когда мы Ведь Сохранились Ну Такая была Еще старинная форма Нотной записи Но ноты-то сохранились Настоящие Средневековые музыки Там было очень много Площадной Веселой Оно очень похоже на современную Карнавалы Невероятные Тарантелла И все остальное Но не только Не только это Если мы возьмем И начатки литературы Не, я не говорю про то, что не было веселья Веселье тоже было И веселья Жесточайшая Кровавая история В 20-м веке Я вам хочу сказать, что Варфоловейская ночь И все викинги Это детский лепет На заваленке Тем, что происходит в 20-м веке И в 21-м веке Поэтому это большая Такая, в общем, мифология С точки зрения технической Ну, многое было еще не доделано Вот Но это постепенно Постепенно создавали Нет, я вот как раз Вас хотел об этой мифологии И спросить Что, например, мы говорим о том Что викинги Они там Всех резали, убивали, жгли Насилу Нет, нет, они не могли Это вообще было Не выгодно всех резать Ну, окей Кого не надо Или кого надо Но сегодня Страны Скандинавии Это одни из самых Самые, наверное Да, да Но они даже слишком Потому что они По гуманизму Да, они приняли Такую гадость В себя Что убегут Вот у меня очень много Знакомых Замечательных Ученых и бизнесменов Из Дании И Швеции И Норвегии Они как под оккупацией Многие даже Со слабым характером Бегут из больших городов Провинцию Ну, конечно Оккупация Неграми И исламистами Просто оккупация Самая настоящая Ну, конечно Это не иммигранты Это армия вторжения Это не надо путать Это тоже мифология Если к вам прибывают По 7 тысяч В сутки Как на Лампедузу И только мужики Значит, такого Возраста Военного, да И они агрессивны И они Ломают заграждение Они сопротивляются Полиции И так далее 7 тысяч В сутки Это не мигранты То есть, это не то, что не эмигрант Это даже не мигранты Кто управляет Все это Как раз Левакины И управляют Этими потоками Но не в смысле Что они там звонят Туда-то, туда-то Это концепция Подмена населения Левачество Это болезнь Это не Это идеология Ну, можно назвать ее Идеологией Как бы технически Да, научно Но причина Это болезнь Левачество Это болезнь Это, в общем, во многом Как религиозное безумие Когда вам говорят аргументы Что вот Они начинают резать Вот они Они не станут европейцами Нет, они станут Вот давайте подождем Несколько поколений прошло И много исламских террористов Которые Свершали теракты Они именно дети Понимаете Тех, кто уже родился во Франции Не только они сами Они уже в третьем поколении Вот же в чем дело Они не станут Это надо понять Ну, а как же то, что ислам Это религия мира Или это тоже мир? Ну, слушайте Давайте это Это самое Без меня У нас так мало времени Можете какие-то Обсудим фразы Дельные, умные Хорошо Вы чернокожих жителей Планеты Земля Называйте неграми Вы не толерантны Или вы Ну, это не я Я Собственно, кто я Я родился И уже был словарь Нет, не в стране А был словарь Даля Так Есть русский язык Как и другие славянские языки Вообще другие языки Слово негр Оно всегда было Не я его изобрел Не мне его отменять Оно точно научно Характеризует предмет Потому что Называть Допустим Афроамериканцем Да Ну, вот Это научно бессмысленно Сказать африканец А если белый родился в Африке Белый он же не будет Как бы вот Как определить То, что он белый Значит, это черный Вы можете меня назвать белым Я не обижусь То есть это не оскорбительно Это всего лишь факт И я Как свободный человек Я отстаиваю свое право Использовать Родной язык И в научных целях Ну, в научных Вот, допустим Вы врач Можем сказать, что вы полицейский И описать Вот кто-то что-то украл Вот он, белый или черный Как его преследовать Искать по улицам Кто вас ограбил Ну, допустим Ну, случайно ограбил черный Да Как Или врач А вы знаете, что Физиология-то Несколько разная В том числе мышечная Даже, да У негров и белых И вот к вам приходят Привозят лечить негра Да А у него там Надо понимать Что есть некая разница А негров что По-другому лечат Нет Ну, просто надо понимать Что, допустим У разных рас Этносов У кого-то лактоза, допустим Плохо усваивается Вы же понимаете Ну, да Ну, вот, значит Им нельзя там Какие-то диеты И так далее То есть вы должны понимать Что за раса Иначе вы даже убьете Как врач Вот видите А вы идете к тому Что рас называется негроидной И никто по этому поводу И никто, да В том числе И надо так понимать Ну Сейчас уже не знаю Сейчас уже не Более А нет Они же сейчас Несколько лет назад Вообще отменили понятие рас То есть расы есть Но их нет Да, да, да Как понятие расы А вот так Если вы посмотрите Кембриджские и Оксфордские учебники Там с этого начинается Что рас Нет А дальше Особенности рас Да Вот так Это мне напоминает Советский анекдот Да Жопы есть, а слово нет Смотрите Да Рас Смотрите Рас не существует А дальше идет закон О том, что нельзя Значит Принижать какие-то расы Вдумайтесь в это То есть рас Нет Это постулат А дальше говорится Что вы не можете унижать Человека по расовому принципу А как можно унижать Человека по расовому принципу Если рас не существует Так Кого вы унижаете? Не знаю Ну никого Люди, которые любят футбол Никого нет Вы же не любите футбол? Считаете, что в футбол играют Тупые люди вообще Да И смотрят Я же их не унижаю Почему им нравится Быть тупыми? Нравится? Ну конечно Если им нравится быть тупыми Это же их счастье То есть футбол Это игра тупых людей Да Вот эти вот мяч Возьмите любой предмет Там Значит Очки, стакан Листок бумаги И пинайте его Разницы с мячом Почти никакого И результат тот же То есть вы ничего не производите Что еще тупое? Вы можете Вы всю жизнь гоняете Но всю жизнь Это по молодости Потом просто вы инвалид И все Испиваетесь И вот вы всю жизнь гоняете мяч И вы ничего не производите Да Эмоции производите Ни хлеба, ни книг Ни смыслов, ничего Аргентина стала чем-то Но это не эмоции Это эмоции В разбитых витринах Потом в разбитых фонтанах В том числе и ренессанс Вы только отрицательную сторону А позитив А для них это позитив Нет, подождите А для них это позитив После поражения Во Второй мировой войне В 45-м году Растерзанная Разделенная Германия И что для них стала Победа в 54-м году На чемпионате мира Как нация Переживала Нет, нет, нет Нация Для нации тогда Самое важное Была свобода политическая И конечно экономическое чудо Я имею ввиду для ФРГ Можно представить себе Россию Чемпионом мира по футболу? Конечно можно К сожалению Этого не происходит У нас тоже есть люди Которые верят Что в 2050-м году Армения станет Но без экономической базы Этого навряд ли Но ведь все-таки Русским далеко до армян В этом смысле А мы конкретно Юдата знаем Вы не просто знаете Дату Вы так сказать Вообще Во-первых Вы все знаете Вы все изобрели У нас вот величие Русские великие Да Но вы же еще более великие Не Навряд ли Ну как нет Меня предупредили Что армяне Сами великие Поэтому я даже Пушкина у нас Ну не прибедняйтесь У нас есть нарикации И нам хватит Скажите пожалуйста А другие виды спорта Хорошо Спорт Дзюдо Дзюдо Ну видите Как вот Философия Которая стала Так же Не все дзюдоисты Одинаково Интеллектуальные И могут рассчитать Дзюдо это для россияне Не вся Не все Некоторые прокололись Айкидо Хорошо Ну это не так Не так далеко Я думаю Что те еще Не прокололись Какие виды спорта Вам нравятся Потому что Гимнастика Ну так Ну это Если бы я был Из врача Но Ну женская Почему же Из врача Ну там А с какого возраста Начинается Там нет В Азии сейчас Он очень молодой На свое время Ну а вы Я же Сейчас ляпнешь А потом Хорошо Ладно Давайте что-то Сейчас ни о чем Ни о чем Пляжный волейбол Ну начали даже Прыгать с паспортом Ну они как раздетые Но с паспортом Чтобы смотреть До какого-то С какого-то возраста А до этого Смотреть А в шашки Шашки спокойные Спокойные И в козла Ваши отношения к спорту И в козла Понимаешь Понятно Понятно Так еще вы очень Воюете с Википедией Это Я просто Когда мне пытается Ссылаться В научных Кругах Цель Не не кругах А в целях Где-то на улице В интервью Да Ну это одно и то же Улица Ну давайте На заборе Еще где-то Сам он написал Там Слово из трех Букв На заборе Это очень интересно Ну вы же понимаете Не у всех же могут быть Энциклопедические Знания Конечно Если ничего не читать Они и не будут Вот это сразу Фраза Которая Она очень Подлая В отношении людей Она сразу расслабляет Вы можете ничего не делать Да А то есть Вы сказали И вот Как же вы ведущий Вы Так сказать Человек медийный Вы разрешили Не Абсолютно Вы разрешили Нет Это самое Все И слушают Радиослушатели Зрители А все Можем не читать Можем не образовываться Значит Мы же Все Мы как все А нужно ли Вообще всем образовываться И читать Опасно Очень опасно Конечно Но начинается Это Сомнение Очень Ум Сомнение Это страшные вещи Это лучше Не-не-не-не Я сам это Я Но не надо Еще узнают Как нас Не-не-не Так тоже не надо То есть Нет Мы под это вырежете Скажем Безусловно Всеобщее образование Высшее Просвещение Конечно Да Но между нами Ни в коем случае Ну это луначарский Запах Ну не все Ну какой луначарский Луначарский Это был такой порочный Это извращенец У него Квартира Там рядом По-моему Денежный Переулок Это был Это был Притон Оргии Вообще Это был Один из самых Очень образованный Человек Это так музыку Литературу Узнал и писал Замечательно Очень порочный Вот я против Я за нравственность Слушайте А вот для вас Скажем так Личная жизнь Человека В отрыве от контекста Его научной деятельности Его Культурологической деятельности Творческой деятельности Она важна? То есть Если например Композитор Там Не знаю Извращение То для вас Он уже Ну знаете Во-первых Что такое извращение Что такое композитор То есть Не всякие Не всякие Значит Композиторы Великие Но они практически Все Да Как это Были композиторами Большой буквы Без Поймите Талант Это Свобода И любви И всего остального И всего Открытия Любовь Для вас это Важна личная жизнь? Ну Это все Это все вместе И в поэте В любом месте Ну это вообще Не можете отлить Вот сейчас У нас как Личная Я же не могу Это все Ну я Сейчас происходит У нас при всех Личная жизнь Да Я все ощущаю Что это Нет Ну она происходит Но я к вам В постель не лезу Поднимите Нет Смотрите Это очень банально Вы говорите Вы смотрите Мне в глаза Зрители Вот в ютубе Будут смотреть Мне в глаза На меня На все Брови, кожу, прическу, перстни Это все личное Взгляд Это более личное Если я Понимаете Сниму штаны Сниму трусы И значит Ну просто Все сниму При вас При вас И так далее Вы думаете Что Извините Вы думаете Что пенис Это более личное Чем взгляд Я об этом Честно говоря Никогда не забыл Подумайте Даже сейчас Подумайте И особенно сейчас Страшно Подумайте О том Как вы кавказец Как может страшно Смотрите Подождите Я прочитал Я все знаю Я прочитал Про Айка Нашего Айка Ну не нашу Вашего же Вашего Айка Хотя мы безграничны Может и нашим Скоро будет Значит про Айка Это 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 самое Вот же И вы Тут испугались Какого-то Гостевого пениса Понимаете Мы не испугались Вы даже испугались Вы подумайте Об этом Испугались Вопрос не в том Что испугались Или не испугались Вопрос в том Что Меня абсолютно Не интересует То что происходит Тогда Когда я вас Не вижу Что происходит С вашими Партнерами Вам Прямо Плевать Вам пришел Гость И вы говорите Что плевать На человека А что такое Интеллигентость Что такое Интеллигентость Это ложь Вот смотрите Вот Вы даже Скажите Что я Вот так очень интересная личность и думаю вот так когда расстанется тоже буду думать уважительно все это вообще просто да а потом уже и забыли или сам забыл или оператор сказал что это сам да ну и вы и и там вот за спиной вот интеллигентность это за спиной понимаете когда правда за спиной а вы прям так что данном него мне не важно ваши то что не ну на самом деле давайте разберемся кто ваш любимый композитор наверное верди которого тоже была достаточно странная личная жизнь тяжелая она была не странно было тяжелой она в общем драматичная что такое нормальная личная жизнь если мы будем сейчас копаться вашей личной жизни и ваших еще главное фантазиях и мечтах это будет кошмар я вас уверяю я вас признаетесь честно вот не надо не надо их озвучивать да я вижу ну что ж я буду здесь вот одна вторая третье чками люди люди операторы не просто интересно вы же вы же да вы же я забыл у вас есть еще одна еще один талант вы можете по скажем так выражение лица человека фотографии все можете вам не сказать мне это нужно вину столько самое замечательное только тоже интеллигент конечно а потом а как минуточку что вы хотели оскорбить что я не нельзя я интеллигент я все буду просто потом выйду скажу помощником вот и конечно а как же вы подумали не пришел в футболке не были это как минимум ну просто я понимаю хорошо нет давайте вернемся к верде да он для вас композитор ну конечно композитор но не как человек который трагичная судьба там семье и прочее прочее нет она у него была сильно трагично и у него скажем так перелом в творчестве что сначала был под эмоцией обаянием билини и денисети как все и первые оперы были в этом с в этой стилистике а уже когда пошел настоящий верде это поскольку после ухода безвременного первой жены и так далее одиночество он был очень не очень не сняли не аполлон далеко да и он от этого в том числе мучился и все это есть это есть фальстафи это есть в отелла это есть даже в траве это везде примете что такое травеат вот эта музыка темы виолетты это верди это это сам верди как как и ну то есть личная жизнь вот смотрите допустим если бланш дебуа это теннис и вильямс это проекция его эмоций наташа ростова проекция значит толстого и так далее здесь виолетта травеата соответственно и музыка тоже самое у чайковского это всегда это есть творчество и это есть сублимация в творчестве конечно влияет очень влияет когда бежал от кредиторов вагнер он такие бури писал прямо на корабле но конечно влияет а чайковский не мог написать долго в петербурге а приехал во флоренцию и клавир за 40 дней пиковой дамы понимаете а где писал гоголь мертвые души самую русскую историю время на веса стена на которой я так часто живу где-то писал достоевский идиуфт во флоренции совершенно верно и во флоренции есть такая табличка что что да что примерно в этом месте не в этом доме в этом месте жил достоевский вот рядом с мостом что все знают он то веке да да и теперь вопрос вот если бы не все то что окружал достоевского если бы не у это игромания и все остальное был бы такой вот но это чнение это части это следствие как раз это следствие его же память и его психику переломала вот это липовая казнь и к и каторг да там это после этого два раза человека человек скверного анекдота это один достоевский легкий талантливый свободный и потом светлый светлый да и потом это стопроцентный змеи это не частичное изменение это просто не он это два разных человека это психически больной человек то есть с точки зрения скажем так человек который за ним систематической наукой евгений панасенков личная жизнь любого творца напрямую они не разделили они не воздействие они неразделимы здесь воздействие это когда что-то внешне есть воздействие да а я бы сказал что это неразделимы хорошо можно ли то же самое ну то есть это это схема работает и для тракториста и для радиоведущего она работает только там ничего просто нет она как бы она могла бы работать если бы он не был трактористом а был бы композитор окей так просто ничего работать или писать но только настоящим писателем а не членом союза писателей теперь весь вопрос вопрос в чем то что полу то что можно вот этим гениям или то что мы им разрешаем потому что благодаря этому гений не просит разрешения ну хорошо мы разрешаем как мы зрители поклонники и прочее прочее понимаю что если бы этого не было не было бы этого творчества не обороты конечно это позволено всем остальным смертным или все думаю что нет то есть но что не даже я считаю нет я бы скажу так все надо заслужить и на все надо иметь право на все в жизни надо видеть то что положено юпитеру быку не положено быку да да не положено да это работает раб абсолютно это велика античная поговорка а все античные образом мифы поговорки они все работают это есть западная цивилизация вы заметили что мы сейчас вспомнили не китайскую поговорку который там замечательно много пословиц поговорок но мы вспомнили именно древнеримскую, древнегреческую и так далее. Потому что мы из этого мира, хотя мы вот физически Москва, Москве не было тогда, Армения, Великой Армении была, но не было современной Армении и так далее. То есть, все равно мы из этого мира. Это очень важно понять. И китайцы эту фразу тоже повторяют про Юпитера и Быка. Ну, наверное. Да, конечно, я тоже просто знаю, точно знаю. Так, скажите, пожалуйста, мы с вами поговорили практически о разных вещах, и вот сейчас я хочу подвести к вашей личности. Вы себя считаете поцелованным Богом, избранным... Ну, особенно как атеист, конечно. Да, 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 как атеист, да. Избранным, самым умным или не самым умным, но в когорте умнейших. Есть у вас какие-то такие амбиции? Или... Нет, вы знаете, амбиции нет, но если вот так, ну, все дано, значит, все дано. Все к этому идет, да? Все к этому. Это давно уже пришло. И вы как данность... Уже даже... Да, это как данность, честно. Это не сейчас ни игра, ни... Я никогда об этом не думал. Никогда об этом не думал. Но это есть. Это с человеком либо есть, и всем очевидно, и кого-то это бесит, либо нет. Это вы можете... Вот другой может там прыгать, подпрыгивать. Очень многие, кстати, на сцене подпрыгивают, да? Это ничего... Да, ничего не... Ну, да, в том числе, да. Многие прям пытаются из кожи лезть, и у многих от этого комплекса, они некоторые даже начинают там конфликты, войны, драки, ссоры из-за этого, из-за комплекса, да? Вот. Так что нет, я никогда об этом не думал. Это есть. И... Вы знаете, что когда об этом иногда, может быть, не задумываюсь, а сейчас задумывался, я когда смотрю, я смотрю ретроспективно, вот в глаза... Это же метры. Десятки метров вот до того зал, где я выступал, мы здесь находимся. И глаза людей, которые на последние деньги с двумя пересадками, с двумя пересадками, бросив там работы и так далее, и сюда, тут же всех пугали протестами и так далее, все равно прилетели, купили билет во время того, как протесты были, да? Прилетели, пришли, да? Принесли тяжеленную книгу и смотрят такими глазами, я их не могу предать. Что вы им даете? Все... Я не знаю, я их люблю. Я их люблю. А они вас? Они молятся на вас? Не знаю, наверное, не знаю. Не знаю. Я их люблю. Я хочу, чтобы у них было все хорошо. Прямо все. А вы можете быть центром какого-то культа? При жизни. Вы знаете, в зале были люди в моем мерче, то есть в майках, на телефоне вот у вас... Ваши фотографии? Вот у вас непонятно вообще, что там, да? Не знаю. Ну, стыдно. Нет, моя фотография. Ну, что это? Ваши семья. Простите. Значит, моя фотография, и здесь фотография, она электронная, а с той стороны, у меня же обложки на телефон, на паспорт. У вас наверняка обложка на вашем армянском паспорте, тоже непонятно какая, без меня, да? Мерч. Ну, это позорно, честно скажем. А на вашем мерче вы изображены? Ну, не вы же, но у него кто-нибудь. Я и лик, и изречение, конечно. То есть, все-таки интеллектуально не просто так. Что продается лучше всего? Какое изречение? Все продается. Вообще продается все, я вам хочу сказать. Абсолютно все. Вообще все продается, а со мной еще лучше. Ну вот, и в мерче, и все... Многие, и даже был один в моей маске. Это мы не продаем. Это он сделал. Это кто-то, это, по-моему, кто-то... Рукоделие. Рукоделие. Нет, это кто-то ворует мой образ, не платя мне авторские. Это, да, все. И вот это. И я всю жизнь боролся с моими вещами. Это религиозная мракобесия и культ личности, я имею в виду Путина. Да, Путина. Я с юными, да. Вот я боролся с... В итоге я получил религиозное почитание и культ личности. То есть полная победа. С чем боролся, на то и напоролся. То есть полная победа. Полная... Да, вот получил то, что да, 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 да. Чего заслужил, то и получил. Ну, вот я доборолся, да. Вы представляете себе, чем будете заниматься через 10 лет, когда вы всего Фаберже, который пока там... Тем же... А я... Не, Фаберже позже. Фаберже это уже историзм, а у меня до 825 года неоклассицизм. У меня не... Вот. Фаберже это так, это... Фаберже это длину воришей. Так. Да. Ну, то есть можно... Когда вы все это соберете и купите, что... Это нельзя все, это нельзя все, но это я продолжу собирать, продолжу. Все то же самое сделать, что сейчас. А потом будет музей? Ну, вообще для меня слова потом не существует. У меня... Это настоящее продолженное. Ну, вас, да, но я сейчас буду о вас как-то вспоминать, что вот был такой ведущий в Армении. я приеду с концертом, я приеду с концертом, я скажу, поможет. Слушай, здесь вот этот... Да, рядом. Этот... Ну, такой... У меня еще был паспорт, не пойми, чем без обложки этот самый... Нет, с обложкой, но без вас. Ну, не, ну, не, это что это за... Вот, значит, без меня. И, ну, такой какой-то был, вот, я вспомнил... Не, ну, в смысле сейчас думать о том, что надо завещание написать там? Нет, ну, какая глупость? Нет, конечно. Нет, нет, нет. Поверьте, как... Есть вещи во Вселенной столь продолженные, бесконечные, о которых просто, ну, бессмысленно думать даже. С навыки сюда, с квантовой точки зрения. Я к тебе подхожу в квантовом, так сказать, исчислении. Вы прыжки с какой частотой совершаете квантовой? Я не прыгаю. Вы знаете, замечательные... Нет, не вы, знаете, частицы. Частицы? Нет, ну, я не частицы, я целый. Вот дело в том, что, вот, смотрите, есть фотография, изумительная, историческая. Решили узнать, какая из собак быстрее гепарда бегает. Вы знаете эту, да? И собачки с разной скоростью выбегают из своих лунок, сумасшедшие собачки, а гепард даже не тронулся. Он лежит, он не участвует в этих соревнованиях. Он выше. Да, и вот я тоже, я не участвую в этих прыжках. Вы гепард, не лев. Все. Все? Слушай, там есть лошадь Пржевальского еще. Ну, почему? Иногда, иногда, когда трехчасовой концерт и шестичасовой стрим, гепард и лев должны иметь способности лошади Пржевальского. Да, иногда это полезно. Конечно. Скажите, как вы отнеслись к тому, что происходило в последнее время в Арцахе? Вообще, следите вы за этим или не следите? Насколько глубоко вы погружены в тему как историю? Вы знаете, скажу честно, это не моя тема, моя тема, я франковед и италовед, но так или иначе, конечно, я все это знаю, все вижу, переживаю. Но прежде всего я хочу сказать, что так неправильно вмешиваться в чужие драматические события, тем более, может быть, даже сейчас в нашем контексте, в России. И я бы хотел сказать, что чем меньше вот кто-то будет вмешиваться и влезать, может быть, даже будет лучше. Это одна тема. Вторая тема – защита людей. И я могу сказать так, что если бы я был во главе России, этого бы не произошло. Это один факт. Другой факт в том, что надо быть честными с собой национально-этнически. Это проблема десятилетий и веков. И без изменения концепции национальной жизни этно-сенации ничего не поменяется. Первое, второе и даже третье. Не надо удивляться ничему плохому и хищническому. Это норма. Это норма, к сожалению. Это не потому, что я так хочу. Все путают. Когда я говорю что-то, может, не очень лицеприятное, думаю, что это вот у нас же... Знаете как? Вот есть такие инфо-цыгане, которые обещают. Вот они «Я ненавижу это! Это ложь!» Я говорю аналитические вещи. Поэтому у меня все происсказания верные. Поймите, и какие-то хищнические действия там, может быть, одной стороны, другой стороны, которые сейчас происходят, третьей страны, а на самом деле у большинства стран, и крупных, и не только крупных, кто имеет какие возможности. Если маленькой стране, маленькому этносу дать огромные возможности, мы бы было гораздо хуже, чем мы имеем с агрессией большой страны. Я вас уверяю точно. Это заложено в природе приматов и групп приматов. и понимая это, что агрессия и хищничество взять чужое или, естественно, объяснить, но обезьяна берет чужое, потому что она это делает честно, легко, а человек это делает подонски. Он говорит, что это не чужое, это мое, потому что я вот сейчас напишу кучу слов и выступлю. Это будет после слов его. Обезьяна честнее в этом смысле. Но это одно и то же. Но это надо понимать и надо быть сильными. А что такое сильными в наше время? Сильными это значит, что вечно там, значит, в качалке или с ножом, да? А сегодня ножи другие, сегодня высокие технологии. И поэтому ваши коллеги пресса спросили после концерта, у меня же был еще пятый, потом, пятое отделение, это вот почему лошадь Пржевальского нужна, да? Вот. И спать, как боевая лошадь стоя. Потому что я еще пятое отделение большое интервью на сцене дал. Уже без сознания, но в сознании, да? И они сказали, советы Армении. Я первое скажу, я не хочу, как русский человек, это скажет, о, он дает советы. Я не хочу давать советы. Если вы спросили, вот вы пришли, нашли время, приехали, поставили камеру, но это будет хамство не ответить. Да? Я отвечаю. Если вы спросили, да? Я говорю две вещи. Вести уголовную ответственность за два слова в политическом контексте. Патриотизм и величие. Уголовное. Десять лет сажать. Вот тот сказал слово патриотизм или величие в плане координации, этносы, все, на десять лет сажать. И через несколько лет у вас будут высокие технологии, благодаря фундаментальной науке, реальным делам и так далее, и так далее. Этот совет, он честный, потому что я бы его дал русским, украинцам. Он универсальный. Вы сказали, если бы я руководил Россией, вы представляете себе вообще такую ситуацию? Кошмар. Для меня. Для вас, вы бы были очень рады. Но вы можете вообще? Есть у вас такие внутренние? На что там такого? Ну, посмотрите, если я вот... Окей. Ну, все, у меня больше нет слов. Видите как? Как хорошо. У вас сразу все, слова закончились. Спасибо. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо. вовремя закончить. Вот-вот. Да-да-да, вы себя остановили. Спасибо. Спасибо, дорогие друзья. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok